Друзья, я вас всех приветствую в игре, которая называется Эннола. Как это переводится, я, честно говоря, понятия не имею. И заранее вас всех предупреждаю, я не смогла в опциях, во-первых, разрешение умеющее, потому что оно потом, ну вот, я потом вернулась в игру, да, опять, я уже немножко поиграла, там, вся посмотрела, вот, потом вернулась снова в игру, и у меня опять это же разрешение, ну что же, ладно, не беда. И, к сожалению, графику я тоже не смогла настолько снизить, чтобы там все прям на нулях почти было. Вот, но думаю, ничего страшного в этом нет, да, надеюсь, что и так все будет в порядке, и что особенно зависательно не станет. Вот, это было небольшое предупреждение для вас, чтобы вы знали, чтобы потом никто не говорил, что фи, там, бла-бла-бла, зависает, и я заранее говорю, что да, зависает, потому что игра новая. Мой компьютер к новым играм относится не очень хорошо, вот, поэтому будет немножко подвисать, скорее всего, вот. Так, ну что же, нам предлагают выбрать... Нам предлагают выбрать костюм, к сожалению, мне игра вылетела, поэтому... Вот такая фигня получилась у меня, да. Итак, можно оставить этот, который мне не очень нравится, сразу говорю. Можно выбрать вот этот вот, который вроде симпатичнее смотрится, ну, просто потому здесь... Точнее, просто потому, что здесь, наверное, розовое платье, поэтому мне кажется, что он немножко симпатичнее. Но сама девушка, конечно, до ужаса странная, честно говоря, и я немного не понимаю, что у нее с лицом. Такое ощущение, будто она упорота в конец. Ладно, забьем на это, да, сложность игры, изменить нам никак. Вот, поэтому... Джеррика, я вернулась. Ты должна была пойти со мной. Это было бы здорово, знаешь ли. Ну, хотя бы раз ты со мной куда-нибудь бы вышла. По-моему, так это и переводится. Хотя, быть может, я вру, ну, здесь нас обучают, как ходить, как двигаться и как взаимодействовать с предметами. Ребята, эту игру я уже немножко попроходила, вот, поэтому... Ну, я немного знаю, что здесь... Да как. Вот, то есть я знаю уже, куда сразу нам бежать нужно и бла-бла-бла. Вот, но давайте походим везде. Да ладно. Да, да ладно, эта комната существует. Очеметь. Вот это поворот, ребят, вот это поворот. Так вот, осмотримся немного. Дело в том, что когда я проходила эту игру, я в эту комнату не зашла. Как-то вот так получилось, что я в нее не зашла. Ну что же, окей, хорошо, по крайней мере, я здесь сейчас есть. Да ладно! Да ладно, неужели? Неужели это все правда? Я не могу в это просто поверить. Вот, дивана не было, диван появился откуда-то. Вау! Вот это фотографии! Достаточно откровенные фото, по крайней мере, некоторые из них. Которые, на которых мы явно видим нашу героиню. В том самом синем платье, которое нам предлагали выбрать. Ну что же, ребят, похоже, Анжелика, та девушка, которую ищет наша главная героиня, похоже, она... И моя главная героиня, похоже, они... В отношениях? Депьянки? Здесь тоже какие-то фотографии? Вау! Да, ребят, вот так вот внезапно, знаете ли... Ха-ха... Вот я игру вроде как, ну, и начала проходить, да, и, по идее, я прошла уже все это, но, блин... Так или иначе, что-то новое для себя открываю. Почему окна закрыты фольгой? Тут вампиры, что ли, живут? Или как это понимать? Ладненько. Что-то там с дверью так застряло или что? Всегда просила открыть ее, да? Тут дверь, интересно, зачем? И почему у них такая странная система отопления? Какая-то доисторическая, не знаю. Ну, слушайте, так и до пожара недалеко, по-моему, разве нет? Ну, хотя все выглядит вполне себе милым и таким, знаете, уютным. Я бы сказала, камин всегда уюта больше придает. Даже в Sims 2, по-моему, камин как-то связан с уютом. Похоже, эта дверь всегда была закрыта, и главная героиня интересовалась. Наверное, ребят, я точно не уверена. Скорее всего, она интересовалась, почему же та дверь закрыта. Вот, но я быть уверена в этом не могу, потому что я тоже не знаю английский в идеале, и, ну, будем надеяться, что я говорю правду. Вот, а то вы можете потом сказать, что... Только не говори мне, что ты все еще в кровати, неужели ты хочешь, чтобы я пришла и тебя разбудила? Так вот, не говорите мне потом, что фи, там неправильный перевод, ты нас путаешь и бла-бла-бла. Да, ребят, я не знаю в идеале английский, я могу лишь догадываться, о чем они говорят. Я такая же, как и все остальные. Окей, хорошо, так, давайте... Так, в кровати нет никого. А где же Анжелика тогда? Давайте посмотрим на себя в зеркало, мы же не вампиры в конце концов, мы себя видим. Ха-ха-ха. Очень, я говорю, она реально похожа на какое-то наркоманье, я не знаю. Может быть, все дело в косметике, может быть, стоило выделить глаза как-то и подкрасить губы, и тогда бы она не была похожа на наркомана-вампира, я не знаю, ладно. Анжелика, ты там? Ну, никто не отвечает, да? Здесь что? Здесь белье, здесь. Ну, ладно. Правда, дом какой-то маленький, да? Все равно вроде, ну, так-то особняк такой большой и громадный, да? Но с другой стороны... С другой стороны, как мало мест, куда мы можем пойти здесь. Ну, темная комната, и в темной комнате единственная дверь открыта, и там свет. Ну, понятно, что нам туда, да? То есть это более чем очевидно. Давайте здесь везде походим и осмотримся. Похоже, мы никуда зайти не можем, окей, ну, тогда нам сюда. Можно здорово нашугаться, зная, что эта игра чем-то вот снова фотографии, чем-то напоминает, например, амнезию, да? И там, я не знаю, какие-то игры еще связанные со Слендером. Вот. Кораблик. Прикольный кораблик. Кто-то у него здесь, интересно, кораблики собирает. Только, ребят, что в этой игре примечательного есть? И шкатулка музыкальная, да? Примечательное в ней то... Нет, не сюда зашла. В ней примечательно то, что здесь девушки из Биенки. Вот. Вот это и здесь примечательно. Тут кто-то кому-то поклоняется, похоже, да? Какие-то фотографии, ладно, давайте, что у нас здесь? Ну вот, ребят, итак, попробую перевести. Ты всегда была со мной, когда я нуждалась в тебе. Ты сделала мою жизнь лучше. В смысле, Анжелика хотела себя убить, да, каким-либо образом. Не знаю, из-за чего. И в этом предложении сказано, что стоит жить, походу, ну, ради вот этой нашей главной героини. Так. С того самого дня мой разум был всегда затуманен, что ли. Иногда мне казалось, что он хочет убить меня. Я... Я... Что? Bad telling? Как это перевести? Ну, видимо, может быть, не хотела рассказывать о чём-то там. Хзык, короче, как это перевести. В общем, ладно, забьём на это. Вот теперь представьте такую ситуацию жизненную. Девчонки... Девчонки встречаются, да? И тут оказывается, что у одной из них есть парень. Как? Как такое вообще возможно? Это же удар для второй. Итак, какой-то ки. Расти Ки. Он курит много, этот ки, или как? Этот ключ старый... Ну, я не знаю, ржавый, запыленный, как Расти правильно переводится. Не похоже... Чтобы... Что-то там. Что это всё обозначает? Кто такой он? Анжелика, ты вообще где? Так, ну... Ключ, ключ. Не похоже, чтобы он к какому-то специальному... Помещению принадлежал. Но, так или иначе, нам нужно выйти из этой комнаты. Почему-то дверь за нами закрылась. Вау! Что это? Что это? Что-то летает такое. Что это? А это ещё что такое? Офигеть, ребят. Просто офигеть. Что? Где половина дома? Что за приколы? Спальня просто снесена в хлам. Зато кровать выжила. И никаких тебе... Кусочков стен на полу и так далее. Дверь не открывается, а это... Почему-то они остались стоять. Удивительно. Просто дом в хлам, но двери на месте. И система даже обогрева тоже на месте. Вот вы часто такой у себя дом видите? Знаете, я такое отнюдь не часто вижу. Я такое вообще впервые вижу, честно говоря. И что, черт побери, здесь вообще происходит, а? Кто все эти люди? Где моя лошадь? Давайте... Сюда. Ага, сюда мы уже не зайдём. Вот так, ребят, всё. О, пути к отступлению отрезаны. Сюда тоже никак. Ну ладно, ладно. Так, то же самое. Окей. А здесь вот факин щит. Всё одно и то же. Ладненько. У нас ключ есть. Есть замок. Поэтому надо их как-то использовать. Смотрите, кто-то братцы любит. Большоголовые куколки. Так, что у нас здесь? Хлам какой-то, свечка. Почему она потушена? Блин, здесь бы свет не помешал, честно говоря. Ё-моё, да что с этим домом? Beautiful. Что-то красивое? Что красивое? Картина красивая или красавица? Или что это обозначало? Ну ладно, ребят. Посмотрим на картины, да? Пипец. Разруха везде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Кровать с лежащим телом на ней. Это Анжелика, что ли? Нет, это манекен. Но вы только посмотрите на это шёлковое постельное бельё. И кровать нам преграждает куда-то путь. Чудненько. Ну что же. Путь может быть только один. Где это я? Шахты какие-то? Что это? Здесь разделе Анжелики добывали. Я не знаю, что они добывали. Что они могли здесь добывать? Золото? Какие-нибудь драгоценные камни? Чем вообще шахтёры занимаются, как правило? Мне все эти звуки! Ой, как мне нравятся! Нафиг! Валим, валим! Так что здесь... Вау, кто-то в шахматы приуделся здесь играть. Ну, надо же, ребятки. Так или иначе, отсюда то помещение в доме выглядит, знаете ли, похожим на логово дьявола. А здесь свет в конце тоннеля, поэтому бежим к нему! Бежим! Свет в конце тоннеля. Спасение, по идее. Ну, сейчас посмотрим, что же за такое спасение у нас будет. И как-то, знаете ли, начало, да, такой у игры, что... Не знаю. Хочется взять и послать всё, нафиг. Потому что очень непонятно. Почему только мы взяли ключ, и тут же что-то с домом произошло? Может быть, это какая-то современная система сигнализации, да? Там, вор, допустим, постился на ключик, думал, там, может быть, ключ от какого-нибудь сейфа, где лежит что-то очень ценное, а тут на тебе, что называется... Ничего подобного. Да ещё половину дома снесло каким-то образом. Точнее, половину второго этажа. В общем, я не знаю, где это я. Остров какой-то. Как я... Опа, мельница. Как я вообще здесь оказалась? Кто все эти люди? Кто все эти скалы? И где моя лошадь, блин? В воду она, я сразу говорю, не идёт. Очень жаль, очень печально. Давайте взглянем, что у нас там. У нас ничего. Окей. Да, я захожу в это меню с помощью... И. Клавиши И. Что-то здесь... Какая-то кнопка, что ли, похожа какая-то. И ключ. Надо вставить ключ, чтобы открыть, видимо, эту дверь, да? Жуткая дверь. Мне кажется, что за ней спрятано всё зло мира. Поэтому она так хорошо запечатана, чтобы, не дай бог, никто не проник туда за неё. Ну, ладно, что же. Нам, скорее всего, так или иначе, придётся это сделать. И здесь рядышком есть, ребят, сохранение. Поэтому я сейчас пойду сохранюсь и продолжу... Так, стоп. Что это? Что это вообще такое? Какая-то труба с краном в ней. И потом я продолжу свои... Я не знаю, приключения в этой игре. Не знаю, как ещё назвать. Видите, в воду никак ей, к сожалению. А я бы, может, хотела, чтобы она пошла и дошла до той вот... Мельницы, которую я здесь сейчас почему-то не вижу уже. Что же, ладненько. Так, похоже, кто-то разбился. Печально, печально это всё, ребят. Всё очень печально. Ну, что же, меня здесь ждёт музыкальная шкатулка с фотографией... Ой. Минуту. Я просто хотела присесть. Вот, я присела. Отлично. Я нифига не вижу. С фотографией, видимо, Анжелики. Да, той самой Анжелики. И, прошу вас заметить. Музыкальная шкатулка играет. Но тут... Всё просто вперемешку. Все её механизмы, они... Я не знаю, отвалились, сломаны. Как это правильно назвать? Ну, так или иначе, по идее, играть она не должна. Очень странно здесь всё, знаете. И мне это всё-таки очень не нравится. Ну, ладно. Окей, хорошо. Продолжаем. Сохраняемся нафиг. Ну, я говорила, я уже играла. Поэтому я запишусь на это же место. Дальше я играть не буду. Буду с вами продолжать прохождение. Вот, ребят, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Буду очень на это надеяться. Вот. Ну, в общем, как обычно, оставьте комментарии. Пишите, как вам эта игра. Понравилась или нет. Поиграйте в неё тоже. Она, честно говоря, завораживает. Я вчера играла 2 часа. И для меня эти 2 часа пролетели как 5 минут, честно. Вот. Игры, которые меня затягивают, они очень редко мне попадаются. Поэтому поиграйте в неё. Она того стоит. Ну, мне хочется надеяться, что она того стоит. Вот. В общем, ребят, всем до скорой встречи, да, в следующих видеороликах по этой игре. Вот. Всем пока. И всем хорошего дня, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok